привет интернет меня по-прежнему зовут бабай и мы продолжаем проходить игру help will come tomorrow ситуация у нас более-менее стабильная скажем так заданий пока что никаких нет ничего нового не появляется ренегаты поблизости лучше будем как-то как-то улучшать свою позицию по большому счету других вариантов нет надо было бы поделать еду найти еще припасов надо блин найти где-то уголь давайте давайте этим заморочимся давайте куда-то пойдем подальше где возможно получится нарыть этот сраный уголь нужно найти точку где мы еще не были ну вот типа надо идти очень далеко разве что как вариант можно вот сюда сходить и по вот так так и так давайте так и сделаем да тут есть ренегаты поблизости но круче рискнем я думаю это стоит того хорошо обыскать правда же ситуация во время опасности иногда тело действует инстинктивно а ум отмечает события с некоторой задержкой это все мы уже видели то что начали стрелять бежим к деревьям возле вот этих ребят ходить нежелательно я так понял продолжить игру они сразу же вернулись в лагерь блин а этот чувак подошел ко мне я понял блин они могут нас засекти теперь чё там в лагере кто-то травмирован блин как бороться с отравлением вот это непонятно попытался немножко чет загуглить но чет нифига не нашел короче искать долго не буду не знаю как лечить отравление скорее всего он умрет от этой херни но что поделаешь ладно тогда сегодня значит на вылазку же не пойдем или может быть куда-то сюда послать еще ребят нет это невыгодно если уже они вернулись то отправлять их еще раз не стоит мне кажется хорошо ты любишь повторяющиеся действия правда да давай тогда ты воду нам по фильтруешь раз ты любишь одно и то же делать еще разок молодец сделал все что мог так давайте построим мастерскую меня вроде бы достаточно ресурсов есть так дерево давайте возьмем два бревна хорошо строить будут вот эти двое им нравится вместе работать поэтому я думаю это лучший вариант который мы можем сделать сейчас к сожалению тут я ничего не могу сделать чтобы могло мне помочь бороться с отравлением действия ремонт очищение ран ампутация перевязка ран собирая силы уход может поухаживать за ним может быть какую-то настойку надо сделать основной компонент успокаивающей настойки а как делать настойки здесь же нету меню с настойками как по-другому тогда совмещать разные варианты гиды хорошо что надо чтобы это улучшить давайте попытаемся вот эту штуку улучшить пусть опять же они двое это сделают вдруг это и правда даст нам какой-то профит она кстати не потратила очков действий на ни на одну ни на вторую стройку это круто хорошо давайте теперь посмотрим что там в меню есть есть теперь копченая еда еще рыбы у меня нет копченое мясо нужно одно сырое мясо его тоже нет есть сушеные грибы но это тоже такое себе вареная еда жаркое вкусное да 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 ничего нового блин хреново материалов нет но вот эту штуку к сожалению чтобы сиденье сделать нужны материалы еще я еще не понимаю вот есть качество что это дает к это достаточно бесполезная штука мне кажется так окей надо покормить людей дать им воды что у нас с водой 10 воды есть давайте что-то приготовим так жаркое не могу рагу не могу вкусный рагу не могу суп могу делать суп давайте сделаем суп так нужно улучшить еще костер давайте там мог подкинем блины не могу вот здесь поднять костер весит что надо каждый раз выходить давайте даже еще немножечко так делаем суп тогда раз давай ты варь и наверное потом пойдешь отдохнуть давай еще один суп сделай пожалуйста 2 чеснока хорошо суп сделали давайте еще сделаем чай 1 наверное почему потому что почему бы и нет хорошо сейчас откормим их все как надо будет у них так ты поешь ты поешь ты поешь женщина вроде бы нормально так пить больше всего кто хочет ты больше всего хочешь пить и ты хочешь пить нормально так он теряет боевой дух давайте ему сигаретку дадим чтобы он успокоился он до сих пор в шоке еще одну сигаретку все он больше не в шоке у этих двоих сильная усталость их отправим спать хорошо пусть отдыхают у этого парня еще два очка действия давайте я его возьму и возьму вот пусть вот этот парень по ухаживает за ним вдруг это поможет как минимум это дало ему хп и сняло усталость отравление до сих пор есть но подняли ему здоровье это уже радует как бороться с отравлением я до сих пор не понимаю мне нужен уголь и мне нужны материалы надо чтобы вот этот парень еще что-то сделал чтобы просто так не сидел воды нет поэтому давай ты просто хотя бы профильтруешь воду еще разок я думаю ты сильно не устанешь от этого все день закончился я сделал все что мог можно делать нож молоток лопату факел вот в мастерской который построил и можно еще перерабатывать материалы так холст можно переработать в тряпку теперь а тряпка мне кажется это более полезный ресурс ну давайте наверное так и сделаем на следующий раз чтобы побольше материалов собрать боевой дух лагеря вообще отличный видимость лагеря отличная все супер в принципе кроме того что вот этот парень отравлен нету никаких заданий вот это вот эта проблема а так в принципе все окей давайте заканчиваем день событие какое-то когда темнеет стая голодных птиц начинает кружить вокруг лагеря надеюсь что в вашей кладовой есть какие-то лакомые косочки вы не можете отпугнуть их хорошенько один раз чтобы не навлечь несчастье на лагерь вместо этого вы проводите половину вечера тряся ветками чтобы птицы наконец улетели ясно настоящая дама она замерзает паранойя сергея естественный отбор давайте возьмем естественный отбор и давайте анна за давайте начнем с анна замерзает пожалуйста давайте добавим больше дров в огонь я не могу больше терпеть этот холод честно говоря я думал то же самое это неразумно если мы сожжем дрова нам будет тепло один день а что мы будем делать завтра мы в лесу дерево везде но большая часть промокла кого поддержать давайте поддержим ее но как бы нас могут увидеть поддержим девушку так поищем сухое это сибирь нам нужно согреваться чтобы выжить если мы осветим лагерь слишком сильно то обратим на себя внимание этих мясников мы должны быть осторожными вот это да вот это важно осторожными ты должно быть хотел сказать замерзшими до смерти послушай утром мы можем законопатить укрытие или позаботиться о чистоколе и то и другое защитить нас от ветра я уже сделал это у вас все еще есть сила чтобы махать молотком я уже рук не чувствую теперь жалобы ничем нам не помогут утром мы расширим шалаш дрова являются ключевыми мы не можем позволить себе тратить их в пустую пусть будет первый вариант теперь жалобы ничем не помогут утром мы расширим шалаш я уже расширил его ловлю тебя на слове давайте естественный отбор тот факт что нам удалось пережить катастрофу заставляет задуматься я не хочу больше видеть железную дорогу дамы и господа вы меня не понимаете я имею ввиду что нам очень повезло пережить это испытание как единственным пассажиром поезда это уникально что мы были отобраны в большом испытании естественного отбора мы нарушили какой-либо закон природы я имею ввиду что закон естественно отбора не могут быть обмануты в конечном счете поскольку мы живы это означает что у нас есть некоторые особенности которые позволяют нам выжить так что теперь нам будет легче выжить чем обычным людям на самом деле да хотя я наверное умру от цинги блять он задолбал он задолбал со своей цингой я думаю что-то вас сожрет ваши знания почти равны пораженчеству не знаю пусть будет первый вариант я надеюсь он воспримет это как юмор могу поспорить что у вас что-то сожрет и заблудит цингу о боевой дух вырос еще это отлично неужели у всех по три очка охренеть давно такого не было костер находится под снегом но это не то чтобы сильно критично так давайте его тогда раскопаем хорошо смысле он потратил два очка на то чтобы раскопать костер два очка действия это как почему блять я иногда не по не могу понять как это работает хоть убейте меня хорошо так нам нужны материалы и и и что-то нам еще нужно а и уголь давайте попробуем отправить экспедицию но тут слишком много их давайте пойдем тогда куда-то наверх давайте еще раз может быть сходим где-то вон тут где-то здесь я помню была вот тут заброшенная это хижина можно как-то сюда пробраться можно пойти сюда например или вдоль реки пройтись давайте вообще сюда к озеру подойдем короче будем смотреть пойдут вот эти двое наверное хотя она еще больше замерзнет давайте так отправить так палки кора это не то блин стоп подождите мне еще материалы нужны но там где материалы я не могу сходить потому что там эти ублюдки сюда скорее всего они опять начнут стрелять это не есть хорошо давайте тогда сходим сюда блин чете вообще непонятно куда пошел на самом деле надо было идти вверх да и все так вы углубляетесь в черный как могила кедровый лес где-то поблизости журчит ручей а в верхушках деревьев ухают совы пробираясь поцарапающими кустами вы больше фокусируетесь на слухе чем на зрении и вдруг вы слышите то ли рычание то ли лай эта пушистая росомаха прильнула к земле пытаясь отпугнуть вас от своей жертвы маленького мускусного оленя попробовать отпугнуть его криками и камнями быстро развернуться и убегать в заросли отступайте спокойно без агрессивных движений короче росомахи а то блять лютые на самом деле существа хоть они и не большие но не очень опасны я не знаю как действовать при встрече с росомахой отпугивать его криками и камнями я думаю не стоит давайте медленно без агрессивных движений вы предпочли не расковать росомахи ярусно защищает свою добычу и не бояться сражаться с врагом который гораздо сильнее чем они сами росомаха издает еще несколько отпугивающих чипящих звуков но похоже на довольно вашим уходом ну что ж сегодня на если она они вы хорошо давайте сюда сходим и обыскать воду нашел хорошо давайте сюда теперь в тени елей на берегу лесного ручейка стекающего тонкой струйкой по крутому склону вы видите кабаргу маленького надежного оленя с причудливыми клыками это прекрасная возможность принести в лагерь свежее мясо оставьте дверь и тихо отступайте блин с клыками это странно попробуйте подбежать и схватить животное я думаю без лука без ничего мы нихера не сделаем так что не буду нападать вы отступаете не вспугнув кабаргу возможно позже вы вернетесь сюда лучше подготовленными да это хорошо давайте тут обыщем ну не буду я его ловить опять выбила та же хрень больше ничего не могу здесь делать мох воя давайте вот так обойдем наверное чуть короче такая себе вылазка получается я не понимаю где мне взять уголь он не важен он не нужен обыскать здесь то почему нет да берем все кончилась энергия у нас к сожалению но уже как есть ладно так эта баба сильно уставшая опять она постоянно блять уставшая и этот парниша так женщина еще может работать парниша уже ничего не сделает так еда у нас есть давайте всех немножечко покормим ты ешь ты ешь ты ешь и ты ешь пить трое хотят пить есть вода но нету чая хорошо так мужик давай ты еще добудь воды нам так хорошо давайте добудем воды пусть он сделает воду хорошо и по возможности сделать бы чай так чай 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 дровяной чай ну корней достаточно много есть так что можно сделать это не проблема так а материалы кстати я нашел хотя бы хотя бы немножечко хотя бы чуть-чуть материалов у меня есть нихера у меня материалов нет я понял пусть она тогда еще воду добудет потому что вода всегда блять нужна так так фильтровать воду вода не портится что плюс это отличный вариант потратить лишние очки действия ну относительно лишние как ты блять умудрилась ранить руку ну ёб твою ж мать блять бесполезное существо так кто больше всего хочет пить жажда 58 шестьдесят три пятьдесят четыре тогда тогда вы двое выпейте горяченького чаю а ты мужик и водой напьешься так отдыхать пойдут опять вот эти двое сон ты и ты отдохнуть ну что я могу сказать мне нужны блять теперь материалы как минимум для того чтобы ей сделать перевязку руки а материалов тупо нет я не знаю выкидывать ли мне вот это мясо на самом деле оно еще может мне пригодится но вот эти сраные грибы я точно выкину чтобы случайно их где-то не не использовать а стоп у меня же есть бинты я могу использовать вот блин я кровотечение убрал но ранение руки по-прежнему есть сука зря потратил бинт ладно заканчиваем день больше ничего не могу сделать после наступления темноты в чаще слышатся тревожные звуки сначала потрескивание сухих веток затем хруст храп царапание что бы это ни было никто из вас не спешит это проверять вы слишком устали в течение напряженного дня и вообще кто хотел бы удаляться от огня ночью несмотря ни на что вы пойдете это проверить не высовывайте нос из лагеря не надо только дурак мог бы выйти в темноту когда что-то бродит поблизости это может быть какой-то хищник что тогда лучше подождать до утра в безопасном лагере окей где мы находимся на самом деле слушайте кто-нибудь знает где мы сейчас и не говорите что в лесу или в беде потому что я знаю это и не спрашивая где-то на округа байкалия перед катастрофой мы пересекли один из притоков селенги и последняя остановка была вероятно мысовой другими словами мы находимся в самом сердце страны куда наши тираны отправляли общественников реформаторов государственных деятелей и вообще всех кто хотел чтобы люди жили лучше может быть может быть все не так плохо как мы думаем если это спорящие альтруистов может здесь есть какие-то поселения гостеприимных сибиряков или охотничьи хижины с печей и провизией далеко отсюда до байкала или верхнеудинска не смейтесь над серьезными вопросами царь отсылал сюда пленных именно потому чтобы им было трудно и чтобы они не могли убежать итак мы как сырные что вы так прицепились к царю батюшке ну первый вариант какая ирония царь уже свергнут а судьба заслала нас сюда как очередных узников совести парное сергея настоящая дама приветствие с оружием давайте допрос сергея в каком корпусе вы служили солдат это важно судьба сделала нас союзниками я бы лучше хотел знать были ли вы немцы или немцы вас соври позволь дмитрию иметь лучшее мнение о тебе скажи правду я скажу правду в четвертом сибирском восьмой армии ну так вы были даже в наступлении в Галиции можно сказать так я уверен расскажи пусть знает как это было ты не хочешь говорить об этом просто закончите дискуссию пусть то что творилось в окопах останется в окопах для меня это прошлое но радует что у всех полные очки действия мне нужно найти где-то материалы это во первых во вторых нужно найти уголь который я никак не могу найти нигде ладно еще одно событие утром вы уже знаете что за звуки беспокоили вас ночью это большой семец оленя или северного оленя разобрал копытами близлежащие кусты к сожалению забор окружающий ваш лагерь слишком сильно пострадал если вы быстро его не почините он готов упасть продолжить игру нужно починить забор давайте сразу же это сделаем потому что я могу потом забыть давайте три камня и дерева у меня много и пусть они двое чинят а тут один кто-то должен починить ну пусть это будет тогда вот этот парень отлично этого достаточно отшельник этот персонаж любит действовать в одиночку когда он выполняет более масштабные действия в одиночку он повышает свой боевой дух хорошо буду иметь это в виду боевой дух лагеря отличная видимость лагеря вообще супер так ребятки на этом мы сегодня закончим и продолжим в следующей серии надеюсь это видео вам понравилось если это так не забывайте ставить большие пальцы вверх подписываться на канал а мы с вами увидимся совсем скоро всем спасибо за просмотр и всем пока